Алексей, привет! Поздравляем тебя с успешным выступлением на первых соревнованиях в сезоне. 200 метров твоя коронная дистанция, такая фееричная победа, возвращение. Расскажи свои ощущения. Как? Ну, какие могут быть ощущения у победителя? Я очень рад. Проделана большая работа. Вот результат, который вы видите. И дальше только больше. Впереди я надеюсь, что Россию допустят к Олимпийским играм. Я ради этого и начал грести. И дальше буду радовать новыми победами. Скажи, есть планы завтра еще просто взять и выиграть 500 метров? Буду бороться. Как ты думаешь, твои основные соперники завтра именно на 1000, на 500 метров? 1000 метров. Я не знаю. Скорее всего, это Первухин, Шамшурин, Штоколов. Они основные тысячники в России. А на 500 метров я даже не помню. Я давно уже не гонялся. 500 метров. Я думаю, Миша Павлов хороший конкурент. Дима Шаров. Я с ним тренируюсь. Первухин может тоже показать хороший результат. Ну, завтра увидимся. Алексей, расскажи, как начинал свой сезон? С кем тренировался? Где тренировался? Начинал я свой сезон в Москве. Это я привыкал к лодке. Так 4 года не сидел. К лодке, к воде привыкал. Потом уехал в Саратов. Когда у ребят был отдых после чемпионата мира, я начал себя подготавливать к тому, чтобы мог тренироваться вместе с ними. Ну и, соответственно, когда ребята начали тренироваться потихонечку, мы уже вместе были и в Краснодаре, и в Азербайджане. Готовили себе спокойно. Есть кое-какие планы, которые надо осуществить. Алексей, мы тебя еще раз вместе с Максимом Ополевым поздравляем с такой фееричной победой сегодня. Искренне рады за тебя. И будем надеяться, что завтра все сложится также для тебя. Я тоже надеюсь. Будем болеть за тебя и ждем от тебя новых треков. Будет вдохновение, будут треки. Давай, давай. Спасибо за интервью, Алексей. Всем пока.